Всем привет, друзья! У нас сегодня вот такая вот на обзоре магнитовая, называется она DUDU 7 от компании MECKE D. В чем ее преимущество? Давайте разбираться вместе. Погнали! Экран главной магнитовы выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас нет боковых кнопок, то есть при включении света, как вы видите, у нас боковых кнопок никаких нет, есть только RESET и микрофон. При включении света у нас также меняется картинка, фон ее, и сам автомобиль включает, так сказать, свет. Здесь вы можете ее полностью покрутить, также открыть двери. Вот таким вот образом у нас будет все выглядеть. Сейчас закроем обратно, потому что все пищит у нас, и выключаем, к примеру, свет. То есть автомобиль у нас возвращается в исходное положение. Также вот это у нас есть три главных экрана. Вот такой главный экран, просто заставка любая наша. Вот так тоже заставки можно и свои ставить, и вообще любые. Здесь у нас отображается скорость, а вот тут у нас включается наше PIP-окно. Сейчас у меня установлен здесь антирадар для того, чтобы он у нас не перекрывал звук музыки. А также можно в эти PIP-окна вывести у нас Яндекс.Навигатор, который у нас установлен, предустановлен и всякие такие вот фичи. К примеру, у нас есть ADAS-камера. Вот таким вот образом мы можем смотреть за нашей ADAS-камерой. Здесь мы можем включить ее, все настроечки проходить. То есть у нас вот это вот PIP-окно полностью функционально. Также, чтобы вернуться обратно, нажимаем вот эту вот кнопочку. По левой части экрана вы также видите вот эти вот наши так называемые модули. Модули можно редактировать, как вы хотите, добавлять их, менять их расположение. То есть у меня здесь сейчас время, вот это обои, навигация, автомобиль, музыка и три мини-приложения. То есть три приложения, которые можно засунуть в PIP-окно. Также и сама функция редактирования. Также можно, если у вас подключена сим-карта, можно менять, не менять, точнее смотреть погоду, смотреть выполненные поездки, подключенные TPMS, вот, к примеру, мы их добавили, компас, всякие приложения, наш профиль, всякие такие датчики, телефон и информацию об автомобиле, если она у вас поддерживается. У меня на Renault Fluence многих функций, таких интересных, данной магнитолы, и вообще любые магнитолы по коншине не воспроизводятся. То есть у нас по факту только открытие двери, ну и там всякие мелочи. То есть вот такие вот, как получается у нас температура наружная и, так скажем, вольтметр. Вот мы видим, добавили наш подключаемый разный модуль. Вот здесь у нас компас, и теперь появился TPMS. Также TPMS нажимаем, он выскакивает в PIP-окне. И нажимая на каждое вот это вот приложение, у нас открывается PIP-окно. При первом включении у вас, увы, здесь не будет вот этого вот навигации. И первое, что вы должны сделать при подключении, это открыть, добавить вот этот саундбар. Потому что, как вы понимаете, кнопок у нас нет назад. Здесь надо настраивать либо жесты, то есть сбоку вот так вот смахиваете, что-то происходит. То есть либо назад настроить, либо вернуться на домашний экран. Но можно сделать как вот по стандартному. У нас здесь показывается музыка. Здесь три у нас, то есть назад, дом, открытые приложения. Также добавляем сюда разные наши приложения. И вот такое вот, так скажем, меню, похожее на компьютерное, на которое мы нажимаем, и выскакивают вот такие у нас функции. То есть также у нас режим полета, состояние автомобиля, навигация, звук. Со временем это, конечно, уходит. Здесь можем также регулировать свет. Давайте вот так вот. Звук, точнее, свет. Делать снимок экрана. За защитой глаз у нас получается желтеет экран. И настраивать под свой вак. По подключению данной магнитола, ну и подобные ей. То есть что мы имеем с самого начала? С самого начала у нас стандартная проводка. То есть проводка вся у нас полностью взаимозаменяемая. То есть, например, если вы захотите на каком-нибудь автомобиле обновить магнитолу на вот такую вот дуду-7, то есть вы можете спокойно свою магнитолу старую снять, а новую поставить. Сзади у нас вы разъем увидели в прошлом видео. Также в комментарии под прошлым видео спрашивали про Type-C. Type-C у нас, да, поддерживает, поддерживает, чтобы мы могли поставить мониторы задней подголовники. То есть человек сзади, например, ребенок может спокойно сидеть, смотреть какие-то мультфильмы, какие-то программы, а вы можете спокойно передвигаться и использовать, к примеру, Яндекс.Навигат. Давайте с вами немного пройдем по характеристикам этой магнитолы. У нас здесь аудио-чип TDA7808. Его, как я почитал, хвалят. Многие профессиональные, так скажем, настройщики автозвука очень довольны им. Так что музыкой вы здесь будете не обделены. Также у нас здесь, если мы зайдем в настройки и перейдем в звук, вы можете видеть настройки вот такие разные эквавайзера. Здесь у нас DTS, то есть это у нас обычные колонки, 4 колонки. То есть, ну, не везде эти функции поддерживаются, но улучшается звук. Так, 5 колонок, то есть это когда у нас пятая колонка спереди, как я понимаю. Также можете настроить здесь вот такие вот преднастройки. Настройки TDS тоже здесь можете покопаться, но я в этом так сильно не лазил, и мне это не сильно нужно. Также здесь можете настроить фоксировку и задержки. Задержки можете настраивать, как обычно, у нас идут миллисекунды в задержке, а можете просто вот таким вот ползунком. У меня стоит вот здесь, и звук мне довольно-таки нравится. Также здесь есть такие вот настройки, прочие, как вы видите, но это уже настройки, относящиеся более ко всему, что у нас работает со звуком. И фильтры. Здесь у нас такие тоже настройки для нашей магнитовой есть. Громкость сабвуфера, то есть сабвуфер также на отдельный провод подсоединяется, и можете его регулировать. Усиление, реверберация для каждой колонки и прочие настройки. Также можете восстановить, если вы тут что-то напортачили. Когда я приобрел магнитову, данная магнитовая была с дуду ОС 3.0. То есть потом, уже как я узнал, у нас вышло такое мини-обновление дуду ОС 3.5. Данную магнитову я сразу же обновил. Есть, конечно, функции, которые добавились. О них я вам попозже чуть-чуть расскажу. Здесь у нас, кажется, 8-128 гигабайт или 6-128 гигабайт оперативки. Ну, у меня на прошлой магнитоле 4.32, кажется, было. И что я вам скажу, это, конечно, небо и земля. Больше покупать, я не знаю, есть ли смысл. Тот же Яндекс.Навигатор, вы видите, он сразу включается, и сразу у нас все функционирует. То есть сразу можем пользоваться магнитовой. Вполне себе хорошо, она не зависает. Все у нас работает отлично. Также тут у нас поддержка камер 360. Чип, чтобы поддерживала данная магнитола камеры 360, нам нужна камера с установленным в нее чипом. За чип нужно доплачивать отдельно. Там порядка, чтобы 10 долларов. Почему это не ставить, сразу я не в курсе. Но это также работает на TI, потому что на прошлой магнитоле, которую устанавливал я на Ford Fiesta, там такая же проблема была. Ну и тут также есть такая же фишка. Процессор здесь Unisoc 7870. Как я почитал в интернете и посмотрел уже в видео обзоры на данную магнитолу, данный процессор очень хвалят. И, как я понимаю, процессор один из самых топовых для магнитола. То есть вам ее хватит с головой. Здесь, кстати, на главном экране, как я уже вам говорил, здесь можно менять автомобиль и менять номер автомобиля. Давайте с вами пройдемся по настройкам. Что у нас вообще здесь лежит? Давайте сначала тогда меню. Так, меню у нас вот такая вот кнопочка, как вы видите, нажимаете на нее и выскакивает. И вот у нас приложение. Здесь у нас настройки перезагрузки темы. Самое интересное, это, конечно, у нас темы. Темы у нас, вот моя тема, это у нас скаченные, я тут пробовал разные. ОСД, это у нас работает через ОБД. То есть покупаете ОБД, либо подключаете свой. Я еще не пробовал на самом деле, потому что функции, тут надо разбираться, я не знаю, наверное, месяца два. Пока я только остановился на этом и пока разбираюсь с этим. То есть вы подключаете и, как вы видите, здесь у нас показывает скорость, навигацию, но навигация у нас не должна работать в России, я понимаю, а все остальное должно работать. Ну, так же вот вы видите ОБД, музыка и навигация. Сейчас интернета у меня нет. Там куча разных тем. Можете выбрать себе, которые вам понравятся. Также можете добавить свои обои, иконки. Иконки пока вот сюда, когда нажимаете, функция пока недоступна. Ну, наверное, как я понимаю, вот эти иконки будут меняться. Панель навигации, это вот эта вот нижняя панель навигации. То есть здесь вы можете выбрать какую-то панель, и вот как основную тему, и, например, как ночную. И вот эти вот фишечки, видите, меняются и становятся как вам нужно. То есть раз, два, все, видите, все у нас поменялось. То есть выбираете, настраиваете под свой курс, как вам нравится. Далее идем по меню. У нас есть мастер звука, но он работает, как я понял, с интернетом. Инструменты, это у нас, а, ну это вот у нас получается наша панель, вот эта OSD. Также у нас здесь есть обои, день-ночь, это переключение режима. У меня сейчас стоит автоматический режим от обновления. То есть у нас магнитола обновляется просто через интернет, подключаете ее к интернету и скачиваете обновление. Ну, заметьте, что обновление весит там по 2,5 гига, по гигабайт. То есть скачаться это будет долго. Радио у нас выглядит вот таким вот образом. То есть либо так, либо как-то я тут переключал. Можно вид поменять вот таким вот образом. Также здесь сразу переключаете, как хотите. Все, сейчас звук отключим. Вот, и да, идем далее с вами. Bluetooth музыка, TPMS, App Store, автомобиль. Автомобиль это, наверное, настройки нашего автомобиля, которых у меня именно по факту нет. Они есть, но они именно на Fluence не работают. Там почти ничего не настраивается. Идем далее. Инструкция. Инструкция здесь тоже можно подключать в интернет. Возвращаемся. Навигатор у нас здесь предустановлен. Рустор скачивал я. Музыка файл это, понятное дело. Регистратор это наша ADAS. CarLink. Здесь есть подключение у нас CarPlay. То есть мы можем либо CarPlay подключить, либо Android Auto. Переходим сюда, сюда. Автомобили это те же настройки, которые были уже, за которые я вам рассказывал. Так, сюда. Bluetooth телефон. AUX, Spotify, Netflix. Это были предустановлены. Стрелка это приложение антирадара, которое я установил. Google, Google. Вот это, это Кадаса у нас часть идет. То есть это у вас бы показывало ADAS. И вот эти вот стрелочки, куда он поворачивает. Но эта функция работает только в Китае. У нас просто работает ADAS, как показывает у нас полосу, в которой вы едете, и встречный или с нами в одном потоке едущий автомобиль. А вот и наша функция, за которую я говорил, экстремальное затемнение экрана. То есть видите, как у нас получается. То есть затемняет прям очень хорошо. То есть ночью, я вам скажу, даже из-за вот этого экстремального затемнения экрана ни хренашечки не видно. Теперь надо попробовать еще это все аккуратно поставить. Многих функций я, конечно же, не разобрался, потому что времени на это нужно уймать. Строка состояния. Тут вот вы помните строка состояния. Здесь вы можете добавить какие-то вещи. ОБД, температура в авто, влажность в авто, температура уже охлаждающей жидкости и погода. Эти функции у меня не работают. Вот это уровень топлива и температура уже. Но это, как вы понимаете, видите, то, что это работает через ОБД. Температура в авто это подключаемое устройство, нужное специальное, и влажность это тоже подключаемое устройство. А для погоды у нас нужна сим-карта, то есть интернет. Напряжение и внешняя температура автомобиля работает изумительно. Панель навигации также вы можете ставить либо снизу ее, либо слева. Также здесь сделать навбар. И вот к чему я говорил. Это нужно обязательно сделать. Сразу перед включением. То, что может потом, ну, может потом получиться так, то, что бухнет у вас как-то все плохо. Макет здесь выставляете, кондиционер не поддерживается на 5. Зависит от вашего автомобиля, потому что при регулировке кондиционера у меня, у меня никаких тут дополнительных экранов не выскакивает. У вас могут выскакивать какие-то дополнительные экраны, и вы можете регулировать поток воздуха, к примеру, тут, или там, например, температуру. Далее переходим к вкладку авто. Здесь мы, как всегда, настроим, настраиваем наш канбас. Так, здесь у нас настроечки тоже по канбасу, какие функции поддерживаются. Здесь вот так я пробовал, выставляет панель отце, но она у меня не работает, скажем так. Задний ход, здесь также выставляете настроечки, но это понятно всем. Параметры запуска задержка ГУ, то есть, когда вы двери открыли, например, нахлюемся, сразу включается магнитол. Здесь можете выставить, сколько она там в секунду будет работать. Логотип можете свой поставить. Кнопки руля, если у вас кнопки руля не по коншине, тоже надо настраивать, у меня по коншине подтянулись. Заводские настройки, кажется, 106 или 108. Сейчас посмотрим, или 108. При заводских настройках здесь у вас при включении задней может срабатывать камера 360, то есть, у вас установлен чип, то есть, и камера не работает. То есть, выставляем здесь камеру заднего вида, и у вас, естественно, будет работать просто камера заднего вида. Здесь тоже такие вот настроечки можете искать, но я вам скажу, это куча-куча-куча времени надо. По музыке. Здесь вы можете также выставлять, как будет выглядеть наш вот это вот пип-окно, исполнитель, альбом. Настройки автомобиля. Это мы уже с вами проходили. Так, уходим авто. Звук. Звук я вам немного показал о нем. Я, так сказать, не меломан. Звук мне очень понравился, потому что флюенсы мне, ну, честно, звук не сильно нравится. Но с этой магнитовой звук стал намного-таки лучше. Идем далее. Диалог. Здесь у нас функции жестов, кажется, получаются. Да, здесь у нас жест. То есть здесь мы можем выставить жесты. Вот вы видите наши вот такие вот полосочки. Это отвечает у нас за жесты. Здесь, то есть, выбираем левая область, там правая область. И все у нас так работает. Внешние устройства. Кнопки руля. Кнопки руля. Это Bluetooth кнопки руля. Они выглядят вот таким вот образом. То есть мы их подключаем. Сейчас попробуем. Вот. Видите, переключается звук. Видите, да? Все у нас вот так вот работает. Здесь тоже настраивается. OBD. OBD я еще не подключал. Надо тоже как-нибудь попробовать TPMS. TPMS у меня только, который вставляется в колеса. Именно внутренняя установка. И внутреннюю установку мне надо перекидывать резину. Перекидывать резину я еще... Я поменял по кодичке просто. Резину именно перекидывать я буду потом. HUT. Это у нас вот такая вот вещь, которая, вы знаете, ставится на панель. И отзеркаливает типа скорость автомобиля. У нас в России, я не знаю, есть ли они вот еще поддаются, нет. Температура. Это вот о чем я вам говорил. Температуру в салоне показывает. Атмосферная подсветка. Вот как вы можете видеть, какие можно подключить. На Алиэкспрессе они, кстати, бьются. И то есть при установке вот таких вот, именно вот этих, как я понимаю, атмосферной подсветки, вы можете здесь ее регулировать. В прочих у нас здесь скорость, лаборатория, интерфейс, режим новичка и режим эксперта. Экспертный режим включается, там добавляется еще куча функций. То есть я не знаю, нужно оно вам будет это или нет. Вот таким вот образом у нас выглядит наша информация о магнитоле. Как вы видите, вот у нас Android 13 API 33. Разрешение экрана 2000 на 1200. Bluetooth 5, плюс 5G Wi-Fi. Лаунчер у нас в DUDU Pro. Версия Bluetooth. Протокол, это у нас High Word стоит. Дата сборки. Так, 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 так. Ну и в принципе вот такие вот вещи. То есть как настраивать магнитолу. Это сугубо ваш личный вкус. Настроек куча. Всего куча. Можете настраивать. Целый день просто сидеть, выбирать, как вам нравится. И вы затратите просто целый день. И вы, я вам скажу, многого-многого не поймете. Но магнитола, я скажу, индивидуальная. С помощью кучи настроек вы настроите это все под себя. И ваш автомобиль, так скажем, будет неповторим. То есть одинаковых магнитол, наверное, настроек, лаунчеров вы, наверное, и не найдете. Вот так же, я вам говорил, все это у нас удаляется, перемещается сюда и вот так вот сохраняется. Здесь есть также перезагрузка и все прочие плюшки, которые мы любим. Ребята, спасибо за просмотр. Следующее видео буду, наверное, делать маленькие шорцы, потому что как настраивать такие коротенькие видео. И буду устанавливать камеры 360. Камеры 360 я уже устанавливать начал. Дело это нелегкое и времени занимает очень много. Подписывайтесь на канал. Всем, друзья, удачи и до скорых встреч.